Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцер, и это новое видео по игре Зианогирс, приятного просмотра. В предыдущей серии мы спустили шахты Шивата. По сути, всё. А, ну ещё напали Геблер на Шиват в целом. Именно по этой причине мы спустили шахты Шивата, чтобы добраться до ангара, ангара гиров. Ну, короче, приступаем. Так, у нас тут лесенка. Спускаемся. Вниз, вниз. А, я так понимаю, куда нам? Нам сюда? Нет. Хмм. Эммм. У меня появилось много вопросов. Ладно, ещё разберёмся. С вами, товарищи, мы уже знакомы. Вы начинаете меня бить, но мы как-нибудь это переживём. Мало урона, не хватило. Ну, что делать? Придётся делать вот так. Он накапливает мощность, чтобы нас атаковать очень сильной атакой. Ну, а мы, наверное, сделаем робопить. Робокик. Она призывает своего робота. Бам. Отлично. Урона хватило. Великолепно. Победа. 9190 очков опыта. Экстра АР плюс пятый. Элой. АЛОЙ. Элой. 2222 гиля. Окей. Окей. Так. Куда нам идти? Ну, по сути, вообще, нам надо спуститься сюда. Наверное. Или прыгать поверху. Что, скорее всего. А, ну да. Логично. Логично вполне. Так. Ну, вас мы тоже знаем. Сейчас затыкаем их треугольничками. Но это не проблема. У Элли теперь нет маны. Неприятно, конечно. Но куда деваться. Как-нибудь переживем, я думаю. Так, ну и малая, давай, добивай. Так, ну и последний удар. Отлично. Убили. Неужели? Так, что там за них? 6800, по-моему, давали, да? А, 7681. А что, очков опыта. Очков опыта. Плюс 5 хп у Марии. Плюс 1 защита. И плюс 1 эфир. А, ну да. Она уровень взяла. 3333 гиля. Так, ладно. Поднимаемся по лестнице. Да где это тут лестница? Пока по лестнице заберешься, тебя атакуют 10 раз. Так. Ага. Спрыгнули. Куда-то спустился. Так, здесь у нас лестница. На нас, естественно, кто-то опять нападает. Не без этого. Опять тирсы. Ну, тирсы, ничего страшного. Сейчас победим как-нибудь. Если фея в этот раз не промажет, то будет вообще великолепно. Нет, он промазал. Великолепно не будет. А, хотя нет. Урону все равно хватило. Так, Элли, давай ты тоже сотворишь что-нибудь хорошее. Великолепно. Быстренько мы с ними справились. 9190 очков опыта и 2222 гиля. Ладненько, пускай будет. Так, спускаемся по лестнице, по одной, по второй. А вот здесь я, пожалуй, начну сохраняться, да? По-моему, вот так. Как-то по лопастям надо передвигаться. Понятно. Ой, не то включил. Загружаемся тогда. И прыгаем еще раз. Секундочку. Нас скидывает, да? А, нет, не скидывает. Здесь скинет тогда. Нет, и здесь не скидывает. Отлично. Так, ну назад нам возвращаться уже не надо будет, поэтому... Стоп. Я сначала здесь вот так вот сделаю, на всякий случай. Хотите спуститься вниз? Конечно, хочу. Спрашивайте тоже, но... Так, а здесь нас ждет поход дальше, да? Карту мы же смотреть здесь можем, нет? Нет, здесь карты нет. Ладно, без карты даже проще. А, здесь проходик один. Всего-то на все. Ну ладно. Так, ну с вами мы тоже знакомы. У вас по 500 хп, и у вас не так трудно и победить. Я думаю, если бы у нас уровень был бы пониже, у нас бы были проблемы с ним. Я так думаю. Но, так как у нас сейчас довольно-таки большой уровень, да и плюс предметы хорошие, нам легко с ним сражаться. Че там, 500 всего хп снять, ну что это, ну? Хотя, с другой стороны... Опа! Добей, пожалуйста. Только не говоришь, что ты его не пробиваешь? Понятно. А вот его настоящая форма, да? Ох, ё-моё! Да, но вот это вот не есть хорошо. У монстра, у которого всего 500 хп, дал нам звездюлей. В целом убив Элли. Неприятно. 12 912 очков опыта и 10 гилей. Или осталось без опыта. И без хп при этом, при всём. Да, обидненько вышло. Ну, скажем так, ладно. Ну, не получила она уровень там, например, или что-нибудь ещё. Фиг с ним, ладно, как-нибудь переживём. Спускаемся ниже. Всякое бывает. Опять очень длинная винтовая лестница. На нас по-любому ещё кто-нибудь вылезет сейчас. Нет? А где дверь? Дверь под лестницей. Окей. Так. Поменьше надо здесь застревать, чтобы поменьше драться. Но поменьше не получится. На нас опять напали. Ну, ладно, сейчас. О, опять вы. Так, в этот раз надо как-нибудь поадекватнее с ними посражаться. Чтоб вопросов не возникало. А то нам сейчас опять Элли убьют и всё. Чё делать будем? Элли, давай нормально, бей. Мы все знаем прекрасно, что у тебя урон есть. Почему ты им не пользуешься? Вот он. Вот он урон. Всё нормально, всё с уроном в порядке. 8608 очков опыта. Голд Найт. Ну, как он? Золотой слиток полученный. 10 гилей. Кстати, когда там пробудился монстр, мы не получили золотой слиток. Было неприятно, было вообще-то обидно. Я за смерть Элли получил всего 10 гилей, получается. Ну, чё-то не. Невкусно. Нужно больше гилей. Лестница закончить, пожалуйста. Так, где дверь? Я опять дверь потерял. А, вот она. Так. Эти коридоры наконец закончатся, нет? Сегодня. Так, стоп. Здесь развилка. Место сохранения. Я понял. Тогда сначала в сохраночку. Ну, естественно, нас нападают. Куда ж без этого? Так, у нас сейчас опять отнимут всю ману, да? Скорее всего. Это, конечно, не точно, но, скорее всего. Так, фея по шапке прилетела. Неприятно, конечно. Так, Эллин, давай. Манус нас, кстати, не сняли. Это нам повезло, походу. Нас закидали циркуляркой. Точнее, дисками от циркулярки. 4-5. Ну и давай последний. Во. Отлично. По итогу 7681 очка опыта. Элли получила уровень. Плюс 8 хп, плюс 1 мана, плюс 1 атака, плюс 1 крит удар, плюс 1 процента ворота, плюс 1 эфира, плюс 1 защита от эфира. Вылучила анимо вейв. Короче, какую-то волну. Какую, так и не знаю. Ну, анимо. Типа... Духовная волна или что-то такое. Ладно, 3333 очка опыта. Ой, очка опыта. Всё, всё посмешалось. 3333 гиля. А оно работает, нет? Или это так? Чисто для вида. Да вроде попадаю в неё. Эм... Ты, я так понял, обманочка, да? Не понял сейчас. У нас просто такое как-то уже один раз было. В прошлой, кстати, серии. Мы не могли с охранкой воспользоваться. Не знаю почему. И сейчас оно не хочет срабатывать. Ладно, сейчас ещё раз попробуем. Так, минус 1 этот голем. Не голем, непонятно что, короче. Или, давай. Ну... Опа. 510. Отлично. Хватило урона. Великолепно. Так, по итогу мы получаем... Получаем ишь... 8608 очков опыта. Призрак земли выучен был. Золотой слиток и 10 гелий. Окей, ладно. Так, сахраночка. Работай, пожалуйста, ну. Да вы издеваетесь. Ладно, ладно, окей. Как странно, она заработала откуда-то сбоку. Я немного не понял, в чём прикол, но она заработала. Ладно. Сбоку так сбоку, фиг с вами. Так, записываемся. Ну, сохраняемся. Так, и я ещё хочу применить айтем. Сервл тент. Пополняем нам хп. И идём дальше. Так, нам ждёт ангар, по идее. Когда мы доберёмся... Ой, когда мы проберёмся через этот люк, мы сможем войти в ангар. Ну и чё мы стоим? А, это прям люк-люк, да? Ну окей. Зачем она вообще останавливала нас перед этим? Так, ангар у нас... Нет, это тоже не помогает. Ангар у нас здесь. Нет, это тоже не поможет. Скорее всего. Ну, давайте тогда пешочком пройдёмся в дверь. Ну, спустимся вручную. Ничего, точнее, сами, без всяких лифтов. Не проблема. Так, Сэпзон на месте. Где лазутчик? Ха, это снова вы? Вы паразиты, уж точно. Не упрощайте мне работу. Чё, босс, да? Доминия. Привет. А что тебе надо? Доминия, это ты? Никогда не думал, что найду Сэпзон в таком месте. Я возьму Сэпзон. Изначально он принадлежал нам, Солярису. Доминия, я не могу тебе отдать робота. Дура, ты даже и не знаешь, что этот робот является точкой связи для нас. Этот ребёнок, эй, ты? Ты, случайно, не дочь Николая? Без сомнений, я дочь Николая, Мария Бальтазар. А что? Ясно. Так ты та самая дочь, которую он предложил себе... Эээ, он предложил себе... Так ты та самая дочь, которую он предложил себя для выполнения этого важнейшего задания? Эээ, девчушка, не хочешь послушать интересный рассказ? Давай посмотрим, как насчёт проклятого секрета Сэпзона? Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Ты поймёшь, когда услышишь этот рассказ. Не нравится мне этого и не нравится. За последние несколько десятилетий наши учёные прекратили очень много усилий. А, потратили очень много усилий для создания улучшенных моделей роботов. Но как бы и не был хорош пилот, поскольку он человек, всегда существовала временная задержка и вероятность ошибки при управлении человеком техникой. Потом был взят на примету твой отец Николай. Он был гением в области механизмов черепных нервов. Они заставили Николая искать способ, как заставить людей стать более... больше, чем людьми. Путём совмещения людей и машин. Другими словами, они пытались создать новую форму жизни. Абсолютное живое орудие, связав напрямую мозг человека с роботом. Это могло остаться лишь фантазией, если бы не Николай. Но это... но это гений сделал фантазию... фантазию реальностью? Может, и этот гений сделал фантазию реальностью? Это ложь! Мой отец не мог сделать такую ужасную вещь! Я не вру, Мария. Это всё правда. Твоему чудесному отцу удалось исчастливить слияние человека и машины. И мы открыли врата ада для юнят. Для ягнят. Различные данные и компоненты, полученные во время войны на Игнесе и боевых турнирах в Кисливе, были использованы как экспериментальный материал. Так были получены специальные мутанты людей. Вэлс. Вэлсы, созданные в Солярисе, были испытаны на поверхности. Только те вэлсы, которые прошли испытания, были разобраны, реструктуированы, рождены заново. Они стали центральной частью управления роботами. То есть, стали частью машин. Все эти результаты великих исследований твоего отца. Сайзон. Это прототип робота, основанного на слиянии человека и машины. Другими словами, Сайзон был сделан ценой бесчисленных жизней обитателей Земли. И в нервной системе Сайзон лежит «Тебе не кажется, что ты уже достаточно наговорила, Доминия?» Кто это? Почему женщины так любят сплетничать? Они болтают о том, о чем не должны, безнадежно. Исая? Ты? Что ты делаешь в шивате? И разве ты когда-то... Разве ты когда не считался вторым верховным главнокомандующим Гебблера? Не смотри, не стоит так радоваться, наверное. Кажется, на сегодня ты уже наигралась с огнем. Пойдем домой. Мария единственная, кто может управлять Сайзоном. Ты должна хорошо об этом знать. Хэм, дрочье. Не стоит так задираться. Вечеринка еще только началась. Но я думаю, что все в порядке. Моя миссия выполнена, осталось лишь... Мария, я боюсь, что мне пора идти. Наслаждайся вечеринкой. Ха-ха-ха-ха. Постой, Доминия! Да, ввела, так сказать, смуту. Отец! Эй, Мария, не обращай внимания на то, что она тебе говорит. Ну, я говорю, ввела смуту. Это? Это? Кажется, наши гости прибыли. Пойдем наверх. Игдразиль тоже находится в доке. Наверняка другие ребята устроили переполох из-за этого. У меня зловещее предчувствие. Не сомневаюсь, но они могли... Так, понятно. Сейчас будет что-то страшное. Сайдзон. А что тебе Сайдзон-то сделал? Сайдзон не виноват, что он был именно так сделан. Боевые роботы Соляриса быстро приближаются. Держат курс... Держа курс на перехват шивата. Логично будет предположить, что их целью будут 4 генератора. Они, видимо, поднадеются нас прикончить, поскольку Доминия ослабила мощность ворот. Мы подняли воздух... Подняли воздух по тревоге наших перехватчиков. Мы подняли воздух по тревоге наши перехватчики. Но я не знаю, что у них получится. Люди шивата не знакомы с тактикой роботов. Я хотел бы как можно больше сократить число ненужных жертв, если это вообще возможно. Да, я знаю, док. Мы пойдем. Мы уже втянуты в это, и мы не можем стоять в стороне и наблюдать, как гибнут люди. Фей. Мне не нравится идея бесплатной работы. Но мне еще больше не нравится идея поджатия хвоза и убегания от них. Давай сделаем это. Это не важно, как они... Это не важно, кто они. Я их всех перебью на своем бригандире. Да, мы сделаем все возможное, чтобы защитить этих людей. Хм, с тех пор, как я с тобой познакомился, у меня одни неприятности. Но я проделал вместе с тобой большой путь. Я думаю, не стоит об этом брюзгать. Я им покажу, что бывает, когда сердится великий Рико. Я тоже пойду. Враг смог проникнуть сюда, потому что они впустили их дрозил. Мы не можем допускать опасности этих людей из-за нас. Да, прямо сейчас. Давайте, молодежь. Мы на вас надеемся. Особенно, если учесть то, что от вас зависит моя жизнь. Я не собираюсь тут сыграть в ящик. Справедливо. Заткнись, папа. Ты не мог бы ничего не говорить. Хорошо, хорошо, я знаю. Почему ты не можешь быть учтивее? Хорошо, Чучу вот тебе поможет. В смысле? Будешь помогать? Чучу, что ты делаешь? Что ты тут делаешь? Что ж, несмотря на неразбериху, она как-то пробралась. Что мне делать? Это не игра. Это опасно, поэтому вернись мне, грозил. Хорошо, Чучу? Будь хорошей девочкой. Хм, Чучу не хорошая девочка? Но у меня сейчас опасный возраст. И Чучу тоже тебе поможет. Я пойду с вами. Да, да. Хорошо. Не приходи ко мне в слезах, когда всё будет плохо. Хм, так они тебя ещё называют и Чучу? Многие твои друзья живут в этом городе. Хочешь повстретиться с ними позже? Правда? Они всё там? Да, наконец-то я их нашла. Друзья Чучу, они там. Теперь давайте. Все сложим вовнутрь. Всё сложим вовнутрь, наверное. Все мы должны постараться изо всех сил. Вот расклад позиций вражеских роботов. Как я уже и говорил, четыре разделённых отряда двигаются по направлению к соответствующим генераторам. По информации, полученной в Шивате, мы имеем чёткое представление о составе отрядов и о характеристиках роботов. Однако есть один гигантский робот, которого они скрывают. И у нас нет ни о нём никакой информации. Неопознанный гигантский робот, неужели это... Позволь мне вывести это на экран. Ну, выведи, выведи. Давай посмотрим, что у тебя там. Странный робот. Это... Артзен. Артзен. Что это за жуткий робот? Ты ничего не знаешь, Мария? Артзен. Это второй робот, который сконструировал мой отец. Сайбзен это робот сестры, но Артзен не был закончен. Кроме Сайбзен, больше не делал таких. Он должен был сжечь чертежи. Так почему? Люди Шивата, послушайте меня. Этот голос? Нет, отец! Я слышу, что сюда прибежали какие-то интересные крысы. Как раз настало время для испытания Артзена. Я могу уничтожить тебя и весь Шиват одним ударом. Здравствуйте, крысята. Выходите, выходите, мои симпатичные подопытные крыски. Ой, свинки. Почему? Почему, отец? Успокойся, Мария. Это не значит, что доктор Николай находится внутри. Но... Но... Но отцовский голос! Мария, возьми себя в руки! Ты хочешь проиграть, еще не начав битву? Против тех людей, которые заставили тебя страдать? Но... Ну вот, поэтому детям на войне не место. Это нормально. Давайте обсудим наш следующий ход. Мы отразим нападение роботов и защитим генератор. Для этого давайте разделимся на четыре команды и перехватим врага. Четыре команды будут действовать независимо и защитять генератор до самой смерти. Остальные двое будут ждать здесь. Это опасно, но мы не можем повернуться спиной сейчас. Если пойдет хотя бы один генератор, то это будет означать наше полное поражение. Мария, подожди здесь. Пожалуйста, Мария. Хорошо, я понимаю. Теперь, что касается расположения вражеских роботов. Возле генератора 1 находятся два маленьких робота отряда армии Соляриса. Если ты их быстро не перебьешь, то увязнешь в перестрелке. Возле генератора 2 находятся три белых рыцаря. Они очень быстрые и мобильные. Возле генератора 3 находятся большой робот и белый рыцарь. Будь осторожен. У большого робота, кажется, есть какой-то особый удар. Возле четвертого генератора находятся большой робот и белый рыцарь. Большой робот является мощным роботом. Кто пойдет к первому генератору. Ну, возле первого генератора там вроде как небольшой отряд из Соляриса, поэтому пойдет Элли. Она не особо мощная, конечно, но все-таки. На втором, на втором генераторе у нас какой-то там белый рыцарь, что ли, если я не ошибаюсь. Но я думаю, Барт у нас давно не участвовал в боях, поэтому пойдет Барт. К третьему генератору... Ну, давайте Цитана отправим, потому что там довольно-таки мощная фигня всякая творится. Ну и к последнему генератору, естественно, Фей, потому что он сильнее. Понятно. Итак, назначение следующее. Эли, Барт, Цитан и Фей. Предписание нормальное? Да, вполне, давайте выступать. Пожалуйста. Поскорее закончу все приготовления и к бой. И в бой. Теперь все в порядке? Пусть готовится. Когда ты будешь готов, мы начнем бой. Пожалуйста, скорее. Враг уж совсем близко. Окей. Понял. Раз уж мы сюда добрались, теперь нас не победить. Я же все правильно нажал. Я могу сходить, закупиться, там все остальное. Да, отлично. Так, ну давайте выйдем в центральный зал. Там, по идее, нас ждет один из, типа, этих, торговцев. И что вы хотели? Я хотел бы детали для роботов. Хочу очень сильно посмотреть на детали для роботов. Так, затюнапить я могу что-нибудь? Сколько у меня денег? 50 тысяч. Так, значит, 50 тысяч, да? 50 тысяч. 56. Ну, 63 вообще в целом, но после покупки будет 56. У нас роботов получается 7. Участвует с фей. Участвует Элли. Участвует Цитан. И участвует Барт. Ну, давайте. Насколько хватит? Если хватит всем, то будет великолепно. Всем не хватит, но придется перебиваться. Ну, хватило всем. Ага, у нее даже лучше стоит что-то. ХП мы ей поднять не можем. Движок ей поставить поинтереснее тоже не можем, потому что у нее и так хороший движок стоит. Топливо у всех на максимуме? Да, топливо у всех на максимуме. Отлично. Так. Прикупить оружие. Что у нас тут есть? Так, это у нас все есть. Временная палка, да? Палка времени, скорее. Блин. А мы ее разве не покупали? Нет, не покупали. Надо купить, значит. Да и по-хорошему... А, эту штуку у нас есть. Да, согласен. Так. Как бы мне это все провернуть-то, интересно. Большое спасибо. Если тебе что-то еще понадобится, приходи снова. Хорошо. Обязательно приду. Так, Элли у нас сражается в первом... Первой, точнее. Значит, временную палку ей надо вставить сразу. Она замедляет, кстати. Это просто великолепно. Так, у Фея... Все ли в порядке? Кстати, Экстраер плюс 5 у нас был. Да, это на Сайбзене. Вот. Это у нас Элли. Велтал. Велтал, конечно, хорошо. Мы имеем... Много запаслись, по-моему, да? Тремя штуками всего. Магнетик-код у нас есть. Магнетик-код... Что он делает? Просто увеличивает реакцию на 25. Это защиту поднимет. Да, по сути, у нас нормальный сбор, я думаю. Поэтому не будем загоняться. Пошли в бой. Я думаю, между боями у нас будет время переключиться и поменять хоть какую-то экипировку. Пошли. Враг уже совсем близко. Ты уже готов? Да, я готов. Что ж, хорошо. Те, кто защищает генераторы, должны вылететь на своих роботах. Пожалуйста, народ, будьте осторожны. Обязательно будем осторожны. Куда без этого-то? Какую миссию ты выполнишь? Ну, естественно, паучики. С первой начнем. Хочешь проверить экипировку? Конечно, хочу. А, стоп. Или... А зачем я проверяю экипировку, если мне и так все известно? Зачем? Зачем я это сделал? Непонятно. Мне, конечно, ничего не имеют против тебя, но я сейчас не могу повернуться назад. Справедливый, не поспоришь. Сколько урона они дают? Ё-моё. И почему они начали ходить, а не я? Дайте я схожу уже. Понятно, обойдусь. Так, у нас вылезли вот такие вот штуки. На всех, да? 78%. Так, ну давай вот... Давайте вот это вот используем. Все мелкие должны отъехать. Отлично, да. Так, а теперь бим атаки. Ну, нормально. А-а-а, короткие... Короткие лучи. Неприятно, кстати говоря. Будем честными. А, ну у Эли все хорошо с этим делом обстоит. Да, урона, конечно, много получили, но... Все. Это выигранная миссия. Первая была очень легкая. Очень легкая. Получила 15 тысяч опыта. Огромный... Короче, что-то там с... Термо связано с температурой. Большое что-то. Ладно. Silver AR и Silver AR Plus получено. И 3000 гилей. Ладненько, спасибо. Пойдем дальше смотреть. Какую миссию ты выполнишь? Ну, естественно, вторую. Хочешь проверить свою экипировку? Там кто у нас? Барт, по-моему, на второй. Конечно, хочу. Мне есть что приодеть ему. Вот это. Лайт AR Plus 1. Магнитик. Вот. Ну, короче, у него тоже все в порядке. Единственное, что я поменял, это оружие. Ну, давай. Ну, кто будет первым? Не может быть, что ваши убогие части вы смогли победить такого, как я. Так, три белых рыцаря, да? Урон у вас как... А? А что такое урон, да? Скажите, пожалуйста. Да, у белых рыцарей нет урона. Забавно. Барт, а у тебя урон есть? Чего? Я уж тут был, подумал. Тут, блин, реально в противнике. А это... Ясно. Короче, я понял. Это было глупо. Надеюсь на то, что будет красивая битва. По-моему, самое сложное пока было и Элли. Барт даже ХП не тратит. Хотя, может быть, дальше будет сложнее, кто знает. Барт, ну мазать было вообще-то как бы не очень. В твоей ситуации мазать было необязательно вообще. Ты себя хорошо закокомендовал в самом начале. И тут такой... А чё это я тут попадаю вообще? Дайте-ка я промажу. Нехорошо так делать. Ой, нехорошо. Эээ... Надо бы проверить её. Экстра АР плюс 3. Ну, конечно. Вот я об этом и говорил. Здесь как бы есть у кого чё проверять. А... Сильвер АР плюс это что? Снижение гел-повреждения. Ещё бы я знал, что такое гел-повреждение. Гел. Понятия не имею, о чём речь. О, Лайт АР плюс 1 поставим. Респ циркует. Респ циркует. Ты просто даёшь защиту, да? Респ ты где? Респансибл. Наверное. Так, так, так. Не понял, куда делось? Респ циркует. А, вот он. Да, он так просто даёт... Плюс 20 реакции. А Магнетик Код даёт плюс 25 реакции. Даже не знаю. У меня есть Магнетик Код? Ещё один. Ммм. У меня есть Олд циркует. И защиту реакция повышает. Подождите, а... По-моему, это лучше. Верну, короче, Респ циркует. Так, пойдёт. Сейчас разбираться будем. Я буду твоим противником. Давай. Кстати, а сохраняться-то можно было? Интересно, между боями. Чё-то я не подумал. Надо бы, наверное, было это проверить. Ну, понятно. Он ещё лучше в этом плане себя чувствует. Чем даже Барт. Он, во-первых, быстрый. Во-вторых, у него защиты больше, по-моему, чем у Барта даже. По нему тупо попасть не могут. Так, это была атака лучами. Опять-таки. Ну, и ещё, мы это как-нибудь переживём. Это не проблема. Я думаю, эта штука быстро упадёт. Осыпется, так скажем. А может и не быстро, кстати. Ну, давай её дальше продолжать бить, чё. Рыцари нам вреда не наносят, поэтому... Спокойненько бьём цитадель. Они нам просто, скажем так, мешают немного. Время, так сказать, тянут. Давай-ка, ижином его. 2 980. Нифига себе, у него урона, блин. Жуть. Жуть. Страшно, страшно. Так, ещё у него сняли 2000. Я забыл ему поставить фрейм ХП на 50%. А это было опрометчиво с моей стороны. Просто он может не пережить. Ну, точнее, этот бой он-то, конечно, переживёт. Но у него останется очень мало ХП, мне кажется. Я могу, конечно, ошибаться, но всё-таки. Хотя, с другой стороны, скорее всего, он, блин, спокойненько сейчас эту штуку развалит. Блин, мне очень интересно, сколько этой штуки ХП, если честно. Умирай давай, пожалуйста, ну. Отлично. Всё. Ну, а белых рыцарей мы спокойненько сейчас раскидаем. Как делать нечего. Больше интересно, что там у четвёртого генератора. И с чем предстоит фея сражаться. У феи, конечно, тоже дури много. И он спокойненько должен со всем справиться. Иначе зачем сюда такое вставляли? Такие задания. Но всё-таки фиг знает, что там будет. Если даже барты не пробивали с его защитой, то, скорее всего, белые рыцари там, по идее, и феи пробить не должны. Так, 10 тысяч очков опыта. Кога выучил он. Золотая плата. Нет, золотая плитка, скажем так. Лайт АР плюс 1 и 21 тысяча гилей. Окей. Золотая плата. Какую миссию выполнишь? А чё, у нас много миссий осталось. Хочешь проверить экипировку? Нет. Вот здесь не хочу. Хорошо, я могу это сделать. Я готов в любое время. Я рад за тебя. Что ты готов в любое время. Что ты такое? Я так понимаю, что здесь, я думаю, лучше разобраться сначала с рыцарями будет. Ровненько пятихаточку. Ну да, они его так же не пробивают. Аваланс сильно бьёшь? А, ты в меня попасть не можешь. Ясно. Окей. Это тоже будет легко, как оказалось, да? Хотя он же только один раз меня ударил, да? Этот Аваланс. Фиг знает, что дальше будет. Он мне защиту понизил. Поздно ты это сделал. Поздно. Ты один остался. Ага. Блин, а ты довольно-таки это... Продуманная собака. Злая. 3000 урона. Как тебе? Нормально себя чувствуешь? На ещё 500. Ты всё ещё себя в порядке чувствуешь, да? А, ну попасть она так и не попадает своими щупальцами. А вот это было, кстати, неприятно. Изрядно неприятно. Ну, второй раз ты промазал. А, всё, да? Я просто хотел комбуху прожать, а он, типа, всё. Не прожимает и уже. Это было тоже легко. 10 1300 очков опыта. Нойз-фильтр, лайт-АР плюс один, 21000 гилей. Ладно. Окей, спасибо. У нас получилось. Все четыре генератора были спасены. На самом деле это было очень легко. Хорошо. Он готов. Поэтому остался последний этот. Дальше, что дальше будет делать Айадхо... Блин. Ахдзен. Ахдзен он называется. А это кто? Боевые роботы Шивата? Отвали. Это для тебя не противник. Прекрати. Всё. Просто влопнул. Просто лопнул. Чёрт. Я тебя раздолбаю. Раздолблю, наверное. Почему? Почему? Чтобы стать объектом для испытания этого парня. Плохо. Новое оружие Ахдзена. Противороботные психоглушители. Велтолб не двигается. Вертш тоже не отвечает. Чёрт, что происходит? Бригандин не работает. Бригандир. Тогда может быть это? Управление робота ведёт себя странно из-за какого-то столкновения. Не волнуйся. Это ненадолго. Этого времени недостаточно, чтобы стереть вас с лица земли. Люди. Несовершенная, глупая форма жизни. Я покажу величие идеальной формы жизни. Ахдзен. Это комбинация человеческой мудрости и силы стали. В таком случае я ничего не могу сделать. Ты хочешь сказать, что мы должны здесь сидеть и ничего не делать? Я не это имел в виду. Может быть Мария могла? Ахдзен. И его робот-сестра Сайбзен? А, поэтому ясно, что у него есть защита против глушителя. Послушай, Мария. Если другие роботы перестали функционировать, ты и Сайбзен наша единственная надежда. Ты полна духовной силы. Ты сама можешь решить, что делать. Более того, я не хочу этого говорить, но то его отца там больше нет. Прекрати. Я не знаю. Даже если это и так, может быть я мне... Понятно. Но тогда можно ожидать худшего. Прости. Я иду. Что ты говоришь, Чучу? Поэтому пойдем со мной. Нет проблем. Боги за нами присмотрят. Пойдем. Чучу. Тот момент, когда зверенок какой-то непонятный. И намного увереннее себя чувствует, чем Мария. Хотя че я хочу? И 13. Хотя животное и не думаю, что сильнее намного. Нет, Чучу. Не надо. Предоставьте-то мне, Мария. Не вопрос. Что это? Что значит астрономический низкий? Интеллект у животного. Не груби мне. Я не животное. Я Чучу. Ладно. Готовься к драке, длинной мальчишка. Сейчас я надеру тебе задницу. Так что ты улетишь далеко за линию горизонта. Это что за превращения тут такие? Чего? Здрасте. Чучу, а как так вышло? Какой-то непонятный огромный хомяк. Понятно. Что еще сильно непонятно. Но это будет интересно, наверное. Да, у меня вышло. Я прошла главную трансформацию. Серьезно? В установках хп, forest dance. Ну, лесной танец. Окей. Фига у нее урона. Ну, Чучу, 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 Че я скажу. Ноль урона. Не проходит. Еще 1135. Это будет, походу, очень легко. Ардзен какой-то непонятный. Очень странный, если быть совсем честным. Еще 1160. Для презренного существа, нищего класса, ты совсем неплоха. Я не презренное существо. Я Чучу. Не будь таким болваном. Если хочешь извиниться, тебе лучше это сделать пока можешь. Умри. Ты жалкое животное. Умри. Арцин. Все-таки. Арцин его за название. Ой, больно. Ты серьезно? Ты столько выдержала и потом? Ладно. 20 тысяч очков опыта получила она. Майдон Кис. Какой-то поцелуй. Но денег нам не дали. Чучу. Понятно. Ты гигантская естественная форма жизни этой планеты. Ты не молодой, Ранкар. Название формы жизни... Дотеск... Чучу... Полин. Интеллект астрономический низок. Он все еще... Они все еще не вымерли. Но путем геноинженерией их размер был... Должен был быть уменьшен. Видимо, это был один из выживших, поэтому снял... Эээ... Которому сняли ограничитель мудреца Шивата. Как это занимательно. Ты станешь отличной подопытной свинкой. Я использую тебя для многих экспериментов. Старшая сестра Мария. Мидри? Нет, ты не должна быть здесь. Здесь опасно находиться. Зовет. Твоего отца. Что? Ах, нет. Это не... Там страшная штука. Сэпзен. Я так понимаю, у нее таких способностей, как у... Как его? У Билли не было. Когда Билли своего робота, вызывал фиг знает откуда. За 3-9 земель от того, где он находился. В данном случае Мария так не умеет. Ну ладно. Но, собственно, у нее и отряда детей нет. Давайте вот так вот будем честными. Сэпзен. Извини, я опоздала. Пойдем, Солярис. Солярис. Враг ждет. Как она сразу посмелела-то. Угу. Забавненько. Сэпзен, в наступление. Сэпзен. Это Мария. Это правда я. Мария Бальтазар. Но то... Кто ты? Конечно же, это я, Николай. Взгляни на это, Мария. Результат моих исследований. Это огромное, мощное, вечно сверкающее тело. Не будет старений и смерти. Я был перерожден в новую природу. Ой, в новую породу. Я любила своего отца, когда он был человеком. Его мягкую улыбку. Я хотел, чтобы он всегда был рядом со мной. Мария, ты моя дочь. Ты знаешь, какими глупыми бывают люди. Ты не должна погибнуть вместе с этими жалкими людишками. Давай, Мария, начни со мной новую жизнь. Мы начнем новую главу в жизни. Давай вместе построим светлое будущее. На этот раз я буду рядом с тобой. И точно смогу защитить тебя. Я тебе обещаю. Отец. Какое тяжелое название у этого гира. Красного цвета. Ахцин, Айгдзен. Как-то, блин. Хайзен, блин. Ахцин, я тебя уничтожу. Зибдзен. Пойдем. Ааа, я понял, почему. Ааа, за что? Ахцин, Сайбдзен. Давай, короче, Мария, руби его с плеча. А? Ноль? А пробить ты его не хочешь, нет? Тебе лицо сейчас поломать могут. А, вон, урон пошел. Давай, до третьего уровня. Ааа, давай, железный пролом, типа, или что? Ой, а по-моему, это было неприятно, да? Интересно, сколько долго продлится эта битва? Так, второй разок. Не, не пробило. И еще раз не пробило. Ты че? Ну ладно, придется опять поломать железо. Опять его подбрасывает. И падает на него в 6153. Мария, ты меня слышишь? Я разблокирую твою гравитонную пушку с дистанционного управления. Использую ее, чтобы победить меня. Отец? Ты уже пришел в себя? Нет, я не могу этого сделать. Пушка гравитона, ты сам ее запечатал из-за ее разрушительной силы. Отец, если я использую ее на тебе... Огонь! Это не имеет значения. Я Николай, больше не существую. Прежде чем мне установили... Прежде чем мне устроили промывку мозгов в Солярисе, Я вставил в Варзенблок Сознания. Он будет активирован и начнет действовать в присутствии Зибцина. Сабзена. Сабзейн он же называется. Мое послание исходит отсюда. И во время битвы я передал отсюда все данные в Сайбзен. Может я и потерял свое тело, но моя душа живет в Сайбзене. Нет, так в тебе, Мария, навсегда. Я не могу. Я не могу заставить себя сделать это. Сайбзен, не надо. Я не могу тобой управлять. Отец, ты делаешь это. Пожалуйста, не заставляй его стрелять. Да уж. Да уж. Отец! Мария, я всегда буду с тобой. Отныне и навсегда. Да... Тридцать тысяч опыта получено. Магическое кольцо и тысячи гилей. Ой, десять тысяч гилей, извиняюсь. Отец! Ну, вы победили. А мне кажется, это главное. Хотя... Не знаю даже, что и сказать. Солярис... Спасибо всем. Генератор починен, и ворота работают как обычно. И Мария, ты хорошо поработала. Очень жаль, что доктор Николай... Солярис проделал это все с доктором. Мы должны победить их как можно скорее защитить свободу. Да. Королева Зефир, мы тоже будем сражаться, чтобы уничтожить Солярис. Но начать нужно с того, где находится Солярис. Как туда добраться? Солярис спрятан от людских глаз с тремя воротами. Одни ворота находятся над штабом Этос. Но до них не добраться даже на роботах. А где находятся остальные двое, я пока не знаю. Пока мы не уничтожили третий... Трое ворот, Друга к Солярису не откроется. К тому же мы получили тревожные новости. Авих завоевал Ниссан. Что за... Шахан? Их цель наверняка находится где-то в земле. Секретные королевские сокровища Авиха. Он не робот, запечатанный Ронни Фатимой. Проклятье. Здесь нельзя колебаться. Я иду в Ниссан. Мы не можем позволить Шахану делать все, что он хочет. Ясно. Я не могу... Не могу Ниссан на волю... Я не оставлю Ниссан на волю судьбы. Ладно, давайте направимся в Ниссан. Твой корабль был оборудован воздушным модулем. Изначально этот корабль использовался предком Барта, Ронни. Пользуйся им на здоровье. Хм, ты можешь взять меня с собой? У меня есть одна просьба. Фей, возьми Марию с собой. Этому ребенку с самого рождения было предречено судьбой драться в боях. Пока она не пройдет через все свои битвы, она не сможет разобраться со своей жизнью. Иди, Мария, и найди свою цель в жизни сама. Я понял. Пойдем вместе, Мария. Мы ведь теперь друзья. Ты? Ты и Сайбзен тоже? Да. Подружился с Марией. Один из наших мудрецов, Гаспар, вернулся. Гаспар это тот самый человек, который учил боевым искусствам кары и мудреца. Я уверен, что он может научить тебя новой технике, которая очень пригодится тебе в твоих путешествиях. Я уже сказал о Гаспару, прежде чем ты уйдешь, ты должен научиться у него. Я понял. Хорошо, пойдемте. Ну, пойдем. Хотя, на самом деле, я бы сейчас до Сейва дошел бы, в первую очередь. С возвращением, Гаспар. А как же Бальтазар и Мельхиор? Нет, с тех пор я их не видел. К тому же, Ваше Величество. Я пришел сюда, чтобы наблюдать за ними, чтобы они снова не наделали глупых ошибок. Ваше Величество, у меня робот под землей шевелится. Девочка по имени Эли была рядом, и он на нее прореагировал. Прореагировал. Так я и думала. Это, конечно, имеет значение, но девочка не должна на нем ездить. Как и она. Она знает об этом бессознательном... Бессознательно? Существо внутри нее. Она была такая же, как София? Прости. Нет, я не против. Я не он. Что ж, тогда я пойду взгляну на их ограничители. Давайте, давайте. Фей и его ребята заставили Гаспару удалить часть ограничителя, занесенного в его гены. Да-да, и тогда... Чучу и ее друзья собрались вместе и бурно радовались своему спасению. Вполне естественно, что они устроили вечеринку, и их сладкая и опасная ночь все продолжалось и продолжалось. Как бесконечный сон. Нет, давайте не будем. Это совсем другая история. Какие страшные вещи там творятся. Фей, куда это ты пошел без меня? Чучу пойдет куда угодно. Даже накрасим это вместе с тобой. Чучу, по-дивичьи... По-дивически чистое сердце принадлежит тебе. Хм. Какая странная чучуйка. Ладно, давайте сохранимся. А в Ниссан уже отправимся, наверное, в следующей серии. Потому что серия затягивается. Так, давайте. Ну, отлично. Так. Какая у нас там... Вот эта была, по-моему... Этот блок. Шестой. Ой, восьмой. Шестой. Восьмой блок. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока!